Рад приветствовать вас, дорогие зрители. Вы на канале Анапчане. С вами Максим. Набережная высокого берега Анапы. Вторая полная дня. 29 октября 2023 год. Температура воздуха сейчас в Анапе около плюс 19, плюс 20 градусов. Примерная облачность с прояснениями. Ветер сегодня небольшой. Порядка 2-3 метров в секунду. Шторм на море уже утихает. Он не такой сильный, как вчера был. На море еще неспокойное. Мы, конечно же, посмотрим на море, полюбуемся морем. И большинство людей сегодня гуляют в курточках, не в абсолютно летней одежде. Хотя, в принципе, я хожу в футболки и слегка может быть прохладно, когда ветерок поддувает. Но, в принципе, нормально. То есть, не жарко, не холодно. На набережной у нас в Анапе катание здесь на велосипедах и самокатах запрещено официально. Но, судя по всему, это просто формально, потому что по факту, видите, тут самокаты усталивают. И регулярно видны катающиеся на самокатах и на велосипедах здесь сегодня под набережной. Увы, никакой реальной работы по контролю над соблюдением запрета катания на велосипедах и самокатах по набережной высокого берега здесь у нас в Анапе не проводится. И набережная на высокого берега здесь вот безвыдленные велодорожки, самокат-дорожки по-прежнему опасно, потенциально опасно для прогулок. Видите, сегодня как много людей. И если на самокате, на электросамокате человек чуть сильнее разгонится или на велосипеде что-то не рассчитает, то может вредиться в пешехода и, ну, как минимум, ушиб, ссадина. Ну, и в каких-то более жестких случаях может дойти до перелома и до сотрясения головного мозга. Хотелось бы, чтобы администрация все-таки как-то начала реально работать в этом направлении, чтобы прогулки по набережной были действительно безопасны вот в этом вопросе. А теперь сообщение от Министерства обороны. Ночью 29 октября 2023 года пресечена попытка совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурным средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над Аквадорией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым. Не уточняется, где конкретно над Аквадорией Черного моря, но вот у нас в Анапе вроде как все спокойно, никаких признаков беспилотников замечено не было. Ну, кстати, так самокаты перевозят те, которые обслуживают вот парк выдачи самокатов. Что-то вообще это ни разу не безопасно, мне кажется, таким способом перевозить самокаты. Управление почти нулевое, я думаю, в таком случае. Маневренность. Чуть-чуть не рассчитает, за день у человека ничего хорошего не будет. Спускаемся с вами на так называемый железобетонный пляж с лифтом от санатория Малая Бухта. Как раз таки вот на этот пляж ведет лифт, единственный в районе высокого берега, ведущий на пляж в Анапе. Море по-прежнему неспокойное, ну да, шторм утихает, но пока что еще волнение присутствует. Ну и в плане того, сколько здесь загорающих по отношению к просто сидящим на лавочках, на топчанах, сколько здесь купающихся. Как мы видим, единицы решаются сегодня загорать и купаться. В основном сюда люди просто спускаются и любуются морским простором. Морской пес на своем посту кусает волны. Уникальный пес у нас есть на курорте Анапа. На 31 октября у нас в Анапе обещают до плюс 24 градусов тени, до плюс 28 градусов скорее всего будет в реальных пляжных условиях. Но пока что вот так, пока что у нас никакой особой аномальной температуры не видится. В принципе, 20 градусов, конец октября, вполне себе нормальное явление, нормальное событие для Анапы. Когда у нас в Анапе на море шторм, даже вот такой небольшой штормик, как сегодня, самые эффектные брызги от волн в районе высокого берега, можно наблюдать именно на этом пляже. Так что, кто будет вот в межсезонье отдыхать в Анапе, приходите, смотрите, любуйтесь, но только соблюдайте дистанции, чтобы вас брызги от волн не намочили. А вот, кстати, группа купающихся людей, но это люди, которые вышли из морской бани, которая находится здесь же, на пляже, и, видите, они могут себе позволить при такой погоде зайти относительно ненадолго в море. А рядом люди, которые не посещают сейчас баню, находятся на пляже в куртках. Вот такая вот обстановка у нас на пляже здесь в районе высокого берега. Ну и то, видите, даже, даже с морской бани ненадолго заходят в море. Вот такие брызги, смотрите, от волн. Это у нас переходный участок между двумя пляжами. Яхт-клуб здесь, серф-станция. И посмотрим, что там у нас в Малой бухте творится. Там же у нас бухта защищена от сильного прибоя, от ветров в многих направлениях. В Малой бухте у нас обстановка здесь значительно спокойнее. Посмотрите, какая большая разница. Там, на соседнем пляже, прибой активный, такой небольшой штормик. А здесь, ну, вода, считайте, почти спокойная. Небольшие колебания, вообще легкий-легкий прибой. На шторм ни разу не похоже. И здесь, естественно, благодаря этому создаются более удобные, более комфортные условия для отдыха на пляже. Насколько это возможно при сегодняшних погодных условиях. Видите, здесь уже больше людей, которые пытаются загорать. Лежаки сейчас у нас бесплатные. Деньги никто не собирает. Их, конечно же, значительно меньше, чем летом. Ну, вот видите, здесь лежаки почти все заняты. И люди, которые сегодня находятся на пляже, ждут у моря погоды. Ну, я так полагаю, ждут, когда солнышко выглянет из-за обычности. Потому что позагорать именно под солнечным светом, без облаков, гораздо приятнее, чем в пасмурную погоду здесь сидеть. Так что пляжным днем сегодняшний день в Анапе можно назвать весьма условно. День скорее не пляжный, чем пляжный. И температура воздуха все-таки недостаточная для большинства людей, для комфортного нахождения, пребывания на пляже. Вот особенно, когда пасмурно, когда солнышко находится за облачностью. И поэтому люди-то пришли, конечно, лежаки заняли, но сидят. Большинство людей все-таки сидит в куртках. Ждет, когда хотя бы немного прояснится погода. Видите? А кто-то уже отчаивается, разочаровывается и собирается уходить с пляжа. Ну, вот некоторые люди заплывают. Вот данный информер, установленный на этом пляже. Вода плюс 18 градусов, воздух плюс 19 градусов. Вот когда из-за облачности выглядывает солнышко, сразу на пляже в плане температуры воздуха становится повеселее. И где-то на 2-3 градуса ощущением теплее. И люди сразу оживляются. Кто сидел вот в какой-то непляжной одежде, снимают куртку, начинает загорать. Когда солнышко выглядывает из облачности, сразу значительно больше людей устремляется заплывать в море. Почему они так делают? Потому что выходить комфортнее, когда солнышко обогревает, светит. И в условиях очень нестабильной погоды, это лучше, чем заплывать, когда пасмурно. Ну и посмотрим, что у нас происходит на правой стороне пляжа «Высокий берег» Малой бухти. Здесь, видите, тоже немного лежаков есть. Ну, в принципе, картина такая же, большинство людей не в пляжной одежде. Некоторые люди пытаются загорать. И, кстати, туалет здесь на этом пляже работает. Он платный, 25 рублей, но тем не менее работает. Это вот один из немногих сервисов, который остался работать с пляжного курортного сезона. Ну, кабинки для переодевания тут, в принципе, тоже есть, они бесплатные. А так, как бы, почти все сервисы не работают, убраны, собраны до следующего сезона, до следующего года. Ну, тем не менее, энтузиасты пляжного отдыха, видите, загорают. Некоторые купаются в море. Как бы, для некоторых людей, планета к себе пляжный день. Но для большинства день сегодня в Анапе не пляжный. Вот, друзья, такие у нас в Анапе новости. В плане погоды, 31 октября, по прогнозу, будет очень теплый день, вплоть до немного жаркого, обещают синоптики, до плюс 24 градусов в тени. 1 ноября будет до плюс 21 градуса, по прогнозу в Анапе. Ну, а потом, в следующие несколько дней, начало ноября, в Анапе будет не выше плюс 20 градусов днем. Ну, в принципе, где-то от плюс 15 до плюс 20 градусов в течение первых нескольких дней ноября. И это хорошие показатели, это хороший прогноз. Так что будем надеяться, что хорошая погода в Анапе будет продолжаться и в ноябре. Друзья, ставьте лайки этому видео, кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост, пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронули в сегодняшнем обзоре. Меня зовут Максим, желаю всем добра, желаю всем мира. Все, пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok